Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания Восток Финанс. Зовут меня Евгения Борисовна. Кузнецов, Дмитрий Евгеньевич, что вы? Евгения Борисовна. Почему вы спрашиваете, Евгения Борисовна? Не вы или вы? Что не вы или вы? Дмитрий Евгеньевич, это вы или нет? Я, я спрашиваю. Да, это я. Почему вы спрашиваете? Зовут меня Евгения Борисовна. Старший специалист системного отдела компании Восток Финанс. Город Москва. 127-576. Я Восток Финанс. Информирую о записи разговора. Дмитрий Евгеньевич. Спрашиваю, потому что звоню касательно вашего нерешенного финансового опроса в банке «Русский стандарт». 341 861 рубль 19 копеек. Вчера с вами общались по этому поводу. Сегодня общались с вами по этому поводу. О, за вчера. Целый месяц общаемся по этому поводу. Больше даже, по-моему. Но общение будет продолжаться, пока вы, Дмитрий Евгеньевич, не решите данные финансового опроса. Я очень рад, что вы со мной общаетесь. Мне очень это нравится. По программе, которую предлагает вам банк «Русский стандарт» экстрактуризация на 13 месяцев. Что предлагает? Реструктуризация. А, нет. Реструктуризация, наверное. А не реструктуризация. На 13 месяцев. На 81 565 рублей, Дмитрий Евгеньевич. Вы решаете этот вопрос до завтра до 18.00? Оплачиваете? А вы тогда перестанете звонить, если я оплачу? Конечно. Мне тогда не буду оплачивать. Это ваше право. В таком случае, в последствии, несете вы за факт нарушения условий договора, подписанный 17 марта 2011 года с банком «Русский стандарт» на сегодняшний день, если платеж не поступает на счет кредитора. В статье 15 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации согласит о том, что сотрудники Банка «Русский стандарт» имеют право на общение с вами по месту жительства на всех законных основаниях. С документами в белой папке на завязках приедут к вам для того, чтобы пообщаться с вами. То есть ты должен запомнить, что папка белая должна быть, да? Обязательно. Белая папка на завязках, Дмитрий Евгеньевич. Хорошо. А если без завязок, то это не они, да? Да. Присутствие участковой, соседи в виде понятых, будет происходить данная беседа, будут мотивировать на платеж. В течение двух дней вы после данной... А участковой зачем? Должны будете внести... Зачем сотрудник МВД там будет? Скажите, пожалуйста, зачем участковый-то? Я что, преступник, что ли? Чтобы все происходило на законном основании. А вы же сказали, что они... Восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят пять рублей. К оплате. Оплаты не будет со стороны кредиторов, все законные методы взыскания до полной оплаты... Да я бы заплатил, но вы перестанете звонить, мне будет скучно. Восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят пять рублей. Вот такие идиотки, как ты, перестанут звонить. Что, как я жить буду? Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Я могу поговорить с Кузнецом Дмитрием Евгеньевичем? Да, а кто это? Компания Восток Финанс. Это вы, Дмитрий Евгеньевич? А вы представьтесь для начала. Я сейчас представлюсь. Это вы, да или нет? Нет. Вы сначала представьтесь, а потом я вам скажу, я это Когда вам звонит специалист за судебным отделом, Компания Восток Финанс. Мария Александровна 1275-76. Город Москва. Абонентский Кещик. Восток Финанс. Разговор записывается. Это вы, Кузнец, Дмитрий Евгеньевич? Видите, как легко было. Да, это я. Естественно. Почему не оплачивать в контименту банку открытие шестьсот девять тысяч пятьсот семьсот десять рублей восемь копеек? А вам какая печать, барышня? А мы представители вашего кредитора. Это непосредственно и нас касается. Поэтому, Дмитрий Евгеньевич, не за чужой счет живите, А начинайте возвращать чужие деньги Оплата завтра поступает? Я вам должен сообщить, что у вас проблемы Раз вы представителем являетесь У меня никак проблем нет Вам предлагают пройти нечастие основного долга Будет полное закрытие Оплачивайте 264 950 рублей Вам списывают 344 800 рублей 8 копеек Очень хорошее предложение Будет полное закрытие долга Да ну мерзкое предложение Я лучше вообще ни копейки платить не буду Вот это хорошее предложение Самому себе Это не предложение, такого не предлагала Это уже ваше желание А ваше желание, ваш кредитор учитывать не будет Они у меня всегда исполняются Знаете такой секрет? Нет, Дмитрий Евгений У вас нет, у меня всегда исполняются В этом случае точно его не исполнится Сегодня завтра должна быть оплата 264 950 рублей Если от вас сегодня завтра не будет оплаты Ваши дела и суд могут передать Отлично, кстати, давно это вас доно Только представьте, будете находиться вы дома Да, постучатся вам дверь Пойдет в кривой двери К вам что-то судебные приставы Здравствуйте, судебные приставы Скажи Ну сюда в ваших глазах Описывайте имущество Да ладно А вы только будете стоять и наблюдать за семейцем Поверьте Я не заметил, вы ничего делаете А вы девушка не идиотка случайно Вы вообще понимаете, как это происходить должно на самом деле Дмитрий Евгеньевич А вы понимаете, что у вас в долге нужно деньги возвращать Вы это понимаете? Да это не ваша печаль Что вы бы с этим разбирались Хорошо, они говорили мне, что я понимаю, что я не понимаю Ничего вы не знаете Ничего вы не знаете Сегодня завтра оплата должна быть Тем более разговаривали с вами 26-го, 27-го февраля Да, девушка Да, разговаривали Я юрист 12 лет занимаюсь тем, что помогаю людям Дальше что? Да, комментируйте А почему же юрист живет за чужой счет? Потому что юрист живет так, как ему хочется Любой человек, в отличие от вас, может жить так, как ему хочется Это незаконно Да вы не знаете ничего про законы Вы знаете только то, что вам говорят ваши работодатели Да, зато вы понимаете, почему и нарушаете условия кредитного договора Да это суд решит, нарушаю я или нет Да, предпринимайте, и в суде на вас тоже будет написано заявление На вас точно Алло Алло Здравствуйте Привет, кто это? А что вам, подруга ваша звонит, что вы мне привет говорите? Вам друг, мне много подруг звонит Не подруга Не подруга, а кто? Кто это звонит? Не подруга, ни в коем случае, у меня нет должников друзей У меня друзья обеспеченные люди Вы Дмитрий Евгеньевич? Да ну сочиняй, по-твоему обеспеченные это сколько денег он имеет в месяц? Двадцать тысяч, как ты? Ну что, Дмитрий Евгеньевич, это вы? Я не знаю, если ты моя подруга, то может быть для тебя я А ты же не перешла, еще раз говорю А я-то перешел Я с людьми не дружу Ради бога, это твои проблемы Не дружи, а мне что ты звонишь? Нет, у меня не проблема Проблемы у меня были, если бы я с вами дружила Поэтому ожидайте следующего звонка, готовьте к диалогу Я могу поговорить с Кузнецовым Дмитрием Евгеньевичем? Кто это? Компания Восток Финанс, а вы кто? Имя есть у компании Восток Финанс Что? Имя есть у компании Восток Финанс А у вас имя есть? Есть Да? Так Что, как? Как вас зовут? Ты в своем уме, подруга? Ты мне звонишь и задаешь вопросы Кто ты такая? Ожидайте следующего звонка Алло Здравствуйте Здрасте Меня зовут Олег Петрович Я с нашей специалисты судебного отдела Компания Восток Финанс Наш разговор записывается Подскажите вам Кузнецов Дмитрий Евгеньевич Знаком, это вы? Сейчас, одну секунду, подождите Я тоже запись включу Я запись включу Так, Олег Петрович, я услышала фамилия Новиков Олег Петрович Старший специалист до судебного отдела Компании Восток Финанс Что вас интересует, Олег Петрович? Я хочу пообщаться с Кузнецовым Дмитрием Евгеньевичем Могу это сделать? Вероятнее всего можете, а я здесь причем Так это вы или это вас знакомы? Да я как-то не хочу вам каких-то ответов давать Вообще никаких ответов не хочу давать Мне не хочется Я даже не знаю, кто такой, Олег Петрович Это тоже право, в принципе А как выяснить, кому принадлежит этот номер телефона Дмитрия Евгеньевича Или как по ним? Детективное агентство обратиться можно Зачем? У меня это указано в финансовых документах номер Что принадлежит к Кузнецову Дмитрию Евгеньевичу Лично я вас поздравляю Спасибо, только я не понял с чем Ну с тем, что у вас есть какая-то информация о Кузнецове Дмитрия Евгеньевича Конечно же, огромный вам привет У меня много информации есть о Кузнецове Дмитрия Евгеньевича Тредитор предоставил? Да ладно Дмитрия Евгеньевича А на каких основаниях можно уточнить? Дату рождения, адрес проживания, подправленные данные На основании агентства договора с статья 155 А у Дмитрия Евгеньевича никакого уведомления на этот счет нет, представляете? Это мошенники действия Так и не будет А почему? А потому что нет такого закона, чтобы ваш кредитор Дмитрия Евгеньевича обязан присылать какие-либо документы Что, серьезно? Да А вторую статью Конституции Российской Федерации давно вы читали Что честь и достоинство гражданина является высшей ценностью государства И человек имеет право на сохранение любой информации о себе Я не претендую на цитату, но суть ее такая А Конституция, она... Да Вы хотите сказать, что я унижаю честь и достоинство Кузнецова Дмитрия Евгеньевича? Пытаетесь это делать, вторгаясь в мое личное пространство Без моего разрешения Вот, мы уже общаемся с вами две с половиной минуты Но мы таки не выяснили, кто вы Как я могу вторгаться в вашу личное пространство Если мы даже не выяснили, кто вы В том-то и суть, что вы вторгаетесь в личное пространство человека неизвестного вам Не имея достаточных оснований и информации Выяснять будем? Или вы вспомните, кто вы, и мы вам перезвоним? Я отлично помню Можно и повыяснять В первую очередь я хотел бы выяснить, кто вы А потом, может быть, вполне вероятно Я представлюсь в полном объеме вам Так я же вам представился под запись разговора Кто я? Ну, так И, то есть, какая... Давайте так Вы мне скажете, а я вам в подтверждение выдам Моя эта информация или нет? Может быть, действительно, не моя Какая ваша информация есть? Это я же у вас в начале разговора Вы Кузнецова, Дмитрий Евгеньевич Дмитрий Евгеньевич достаточно распространенное имя Так вот, у каждого Кузнецова, Дмитрия Евгеньевича Есть еще какие-то дополнительные данные По которым можно включить и донифицировать Любой термин можно употреблять Мне скажите, я скажу, да Вы хотите сказать, да, что я сейчас под запись разговора Сам лично же буду нарушать 26-ю статью федерального закона? Не буду Ну, тогда давайте выясним, кто я Может быть, не тот Дмитрий Евгеньевич Я слушание банковской тайны проводить не буду Вы так и не представились Кто вы? Ну, потому что я кому попало не представляюсь никогда Совершенно не буду Я вас и не прошу представиться Я вас сашиваю Кузнецов, Дмитрий Евгеньевич Это вы или это ваш знакомый Или вы не знаете этого человека? Я вообще в затруднительном положении Как ответить на этот вопрос? Вы не хотите, чтобы я представлялся? Как только вспомните, кем вам приходится Кузнецов, Дмитрий Евгеньевич Мы вам перезвонимся А как поздно Кузнецов, Дмитрий Евгеньевич Кузнецов, Дмитрий Евгеньевич